Легла Вера спать и слышится, как будто шорох какой-то на крыльце. Стучит кто-то тихонько. Накинула шаль, вышла в сене. Голос не узнала сразу, потом догадалась. Васька это Сяткин. Открой, Вера, открой! Скребёт дверь, как кот. Жил Васька недалеко от её матери. Испугалась Вера, а вдруг чего случилось с ней? Открыла. А Василий стоит, улыбается. Порог перешагнул и ручищик Вере тянет. Ах ты котяра плюшивый, вот зачем припёрся. Вера хлопнула скалкой по плечу, которую на всякий случай прихватила. Проваливай отсюда! Верка, ты чего? Васька схватился за больное место. Я же в гости пришёл. А кто тебя звал? Я не приглашала. Ну чего ты, Вер, одна же, пусти, жалко что ли? Вера со всей силы, а сила в ней была. Крепенькая она, вся как сбитая. Толкнула Ваську, и он очутился на крыльце. Я тебя так пущу, так пущу, век помнить будешь. Ишь ты, по ночам шляешься, как кот крадучись. Вера закрыла сени на засов, вернулась в дом. В маленькой спаленке спал десятилетний сын Андрюшка. Стараясь не скрипеть половицами старого бабушкиного домика прошла в залик. Села на кровать, сожалея, что незваный гость разогнал сон. Обида взяла её. Что же это? К ней только ночью можно, а днём нельзя. Не так давно шла Вера по темноте от матери. Мороз щипал щёки. Снег поскрипывал под ногами. Шла торопливо. Дома Андрюшка ждёт. Случайно заметила у забора чью-то фигуру. Стоял, покачиваясь, а потом так и завалился в снег. Вера подошла и узнала Василия Сяткина. Что-то бормотал, не разберёшь, да ещё разила от него. Расшевелила его Вера. Хорошо, что при памяти был. Вставай, вставай, замёрзнешь. И ведь послушался. Вера, закинул руку на плечо Вере, так и шли до его дома. А там уж матери Васкиной сдала. Так и замёрзнуть можно, сказала она. Хорошо, что заметила. С того дня, как не встретит Василий Веру, улыбка вовизрот. Здоровается, а заговорить не решается. Уже и весна пришла, а он всё улыбается. Видно, в этой улыбке благодарность его прячется. Вера и забыла про тот случай. А тут вдруг Васка нарисовался, и давай по двери шкрябать. Ночной визит всколыхнул душу Веры. Можно сказать, обидел её этот визит. Замужем Вера ни разу не была. И вроде не хуже других внешне. Но так получилось, что родился Андрюшка без отца. Приезжала бригада строителей в село. Познакомилась Вера с одним. Стройка закончилась, уехали и никаких следов. Вот только Вера осталась снова одна. А потом Андрюшка родился. Прошло время. Ходил к ней один. И каждый раз ночью по темноте, чтобы никто не видел. А Вере хотелось вместе по деревне, никого не стесняясь. Жениться ухажёр не собирался и всё прятался под покровом ночи, пока Вера окончательно в нём не разочаровалась. Не нужны ей были ночные визиты. Хотелось, чтобы днём вдвоём по улице прошлись. Чтобы рядом законный муж был, а у Андрюшки отец. Да кого тут найдёшь, кроме Васьки несчастного? Его так и звали с недавних пор в селе. Васька несчастный. Любил Васька свою жену сильно. Алечку свою взял в положении. После того, как парень бросил её и уехал, Васька своё верное плечо и подставил. Аля покочевряжилась и пошла. Пять лет жили. А тут вдруг объявился бывший жених. Настоящий отец девочки сказал, что одумался. Без Альки и дочки жить не может. И Алечка опрометью в его объятия бросилась. Развелась и уехала от Василия. Васька первое время в горькую ударился. Оброс, голова лохматая. На работу через раз ходил. Кто-то жалел его, кто-то насмехался. Говорили, за добро зло получил. Вот тогда и нашла его Вера под забором. Отвела к матери, потому как у себя в пустом доме оставаться не мог. Васька этот случай запомнил. И что ему в голову взбрело прийти к Вере ночью, непонятно. Решил, видно, что женщина одна навестить надо весенней ночкой. Хоть и подмораживала еще. Вера хоть и была женщиной крепкой, но душа у нее нежная. Из всех картин больше всего нравился ей фильм «Тритополя на плющихе». Особенно герой Олега Ефремова нравился. «Ну почему она к нему не вышла?» спрашивала сама себя Вера. И представляла, попади здесь такой таксизов ходительный, она бы точно вышла к нему. О своих мечтах Вера никому не говорила, даже матери. Но мать и так догадывалась, знала дочь, чувствовала. «Снова мечты голову вскружили», – говорила она. «Одного она мечтала, от этой мечты внук у меня теперь растет, а у тебя сын». Даже брат иногда упрекал. «Веркины мечты только по телевизору и показывать». Вера отмалчивалась. Бывало, частенько смотрит, какой фильм. Так растрогается, что слезы сами текут по щекам. Хотелось ей что-нибудь изменить в этой жизни, да перемен почему-то не предвиделось. Вот разве что в райцентре химическую завивку сделала, и теперь легкие кудряшки с едва заметной рыженкой спадали на лицо. Непривычно было от них. Посмотрит в зеркало и накинет платок. А на работе совсем уж не походишь с кудрями. Повар Вера в детском саду. «Андрюша, ты завтра к бабушке иди, как проснешься». «Мам, а ты куда?» «А я семена на рынок повезу. Чеснок да лук надо продать, время пришло». Весной Вера каждый год два-три раза ездила в город на рынок, огородные продавать. Выручит деньги, купит обувь и одежду сыну. Матери гостинец себе обновку. Сумка была тяжелой. Упросила старшего брата Виктора до остановки донести. «Куда нахватало столько? В райцентре на автобус пересаживаться надо. Кто поможет?» «Ничего, Витюша. Мир не без добрых людей». «До города. Есть два места до города». Монотонно повторял голос. Вера уже хотела билет купить, как услышала бряканье ключей. Мужчина в серой кепке и такого же цвета куртке крутился возле пассажиров, предлагая довезти до города. Вера встретилась с ним глазами. «Ну что, поедешь? Быстрее, чем автобус. Без остановок. Соглашайся, дорого не возьму». Вера посмотрела на тяжелую сумку, с которой предстояло идти к автобусу. Да и по времени быстрее. «Хорошо, поехали. Только мне до рынка». «Да хоть куда довезу». «Ой, а сумку, сумку помогите донести. Тяжелая она у меня». Мужчина поднял сумку. «Ух ты, правда тяжелая. Ну пошли скорей». В машине сидели женщина и мужчина. Вера была третьей. Водитель больше никого искать не стал. Сидела Вера на переднем сиденье. И так было хорошо ей в этой поездке. Машина идет легко, мягко. Рядом сероглазый водитель. За окном мелькают перелески, деревни. В городе водитель высадил мужчину с женщиной. Подвез Веру к рынку. Взял с нее деньги, а потом подмигнул и сказал. «Накинь рубь, а то я носильщиком у тебя поработал». Женщина замялась, неожиданной оказалась доплата. Но деньги отдала беспрекословно. Еще спасибо сказала. «Торговать приехала?» – спросил водитель. «Зовут как?» Вера. «А меня Юра. Автовокзал вот он, напротив. Так что я буду тут крутиться. Тебе все равно потом на автовокзал. Может и я там буду. Могу отвезти». У Веры дыхание перехватило. «Постараюсь продать пораньше, приду на вокзал». Она улыбалась, ждала чего-то хорошего, мечтала. Семинар разобрали быстро, и женщина подумала, как хорошо все вышло. Часть денег потратила на сладости для Андрюшки. С легкой сумкой пошла к автовокзалу. Такси Вера не была приучена, считала, что это дорого. Но сероглазый водитель сам ведь предложил, да и в душу запал. И она шла наугад, в душе желая встретить его. «А я вот только приехал, еще один рейс сделал. Юра вырос, как из-под земли. На сегодня все. Не получится тебя отвезти. Поздновато уже. Да и попутчика вряд ли найду». «Ой, как жалко. А я уж подумала, еще раз придется проехаться с вами». Водитель окинул ее взглядом. «Слушай, автобус у тебя только через полтора часа. Пошли, заедем тут, посидим». «А поехали». Охотно согласилась она. Ресторан был скромным, но для Веры, ни разу не посещавшей подобные заведения. Он показался дворцом. Стеснительно спрятала ноги под стулом, разглядывая тяжелые шторы, спадающий тюль, белые скатерти. «Ой, дорого тут», – прошептала Вера, не ожидая, что водитель приведет ее в ресторан. «Мне дороже денег». «Да не волнуйся ты, надо поесть». «Проголодалась поди за день». «Проголодалась», – согласилась Вера, глядя на неожиданного знакомого, как на волшебника. «В ресторан позвал, сидим культурно». «Не то, что Васька, вломился среди ночи», – размышляла она. Потом смотрела меню, затрудняясь в выборе. Юрий выбрал все сам, подозвав официанта. Паренек с усиками услужливо принял заказ. Стол заставили блюдами. Вера ела, стесняясь. Потом осмелела, разомлела от взгляда серых глаз. Радовалась сама за себя. А Юра, наоборот, уминал за обе щеки. «Ой, мне на автобус пора». «Ну так сейчас и поедем. Довезу до станции. Подожди, деньги в машине забыл. Через пару минут буду. А ты пока пирожное доешь». Вера проводила его улыбкой. Играла музыка. Две пары пошли танцевать. Казалось, сейчас войдет Юра и пригласит ее. И тогда будет полный комплект впечатлений. Подошел официант. «Будете что-то заказывать?» «Нет, мы скоро поедем». «Ну тогда надо рассчитаться». Сейчас Юра подойдет и рассчитается. Он деньги в машине забыл. Усики официанта задергались. «Ваш кавалер уехал». «Как уехал? Он за деньгами ушел». «А я вам говорю, он уехал. Мне-то в окно хорошо видно. Вам следует рассчитаться». Вера молчала, почувствовав, как щеки пылают от стыда. Ей казалось, что все смотрят на нее. «Ну так что, рассчитываемся или милицию вызываем?» Вера потянулась к сумке, потом посмотрела на внушительную сумму. Испугалась, хватит ли денег. Хватила. Официант улыбнулся, заиграв усиками. «Всего доброго! Приходите к нам еще!» Вера выскочила из ресторана и побежала на автобус. Бежала, запыхавшись, но так и не успела. Автобус ушел. Хотела остаться тут же на вокзале, да испугалась, что привлечет внимание милиции. Пошла на остановку, села на автобус и поехала к сродной сестре Галине. Оглушенная случившимся, она даже не могла ругать себя. Было нестерпимо стыдно за свою оплошность, больно и горько. «Я на одну ночку, завтра утром на автобус», – сказала она с порога. «Чего такая испуганная?» – спросила Галина. «Гнался, что ли, кто за тобой?» Вера сказала что-то про усталость и больше ничего рассказывать не стала. «У меня там салат, картошка, давай покормлю». «Не надо, я не хочу». «Где это тебя накормили?» Перекусила я, лучше лягу. Вера почувствовала, как где-то в горле комом стала ресторанная еда. Это от волнения, от разочарования. Кое-как уснула в ту ночь, а утром рано пошла на автовокзал. Домой приехала до обеда. Придумав отговорку для матери, билетов не было на вечер. Шла с пустой сумкой и остатком денег, не глядя по сторонам. Вот и домик, родные ворота. На душе стало легче. Захотелось поскорей спрятаться за ними. Забыть это такси, этого водителя и первый в её жизни ресторан. «Сынок, ты меня ждёшь?» Андрей сидел за оградой, болтая ногами. «Ты у бабушки ночевал?» «Конечно, у бабушки. Чё так долго?» Вера обняла мальчика, целуя его светлую макушку. «Билетов не было. Я тебе тут вкусненького привезла». «Мам, дядя Вася уже два раза приходил. Вчера и сегодня утром». «Какой дядя Вася?» «Сяткин дядя Вася. Тебя спрашивал». Вера села рядом с сыном на скамейку. «И чего он тут забыл? Не до него мне». Застрекотал мотоцикл. Василий подъехал к воротам. Протянул руку Андрею. «Ну, здорово ещё раз». «Здорово». Андрюшка радостно хлопнул по Васкиной ручище. Василий сел рядом с Верой. «Пойдёмте». Мальчик позвал обоих. «Мам, пойдём домой». Схватил мамину сумку. «Ты иди, сынок, сумку отнеси, а я сейчас». Сказала Вера. Мальчик скрылся за калиткой. «Не имётся тебе?» Спросила Василия. «Вон тётя Глаша в окно, который рассмотрит. Тут все как на ладони. Тебе разговоры про меня нужны». «Ночью приходил плохо, днём пришёл тоже плохо. Уж не знаю, как лучше». «Лучше вообще не приходить», – отрешённо сказала Вера. «Могу не приходить, раз не хочешь. Я тут подумал, что ни разу спасибо тебе не сказал, когда зимой наткнулась на меня. Так что спасибо тебе, Вера. Другой бы, кто шёл, так же бы тебе помог». «Про других не знаю, а тебе спасибо». Он помолчал с минуту. «Вера, я ведь не пропащий. Вообще я нормальный. Это просто жизнь меня так хлопнула. Может, тебе помочь чем надо?» «Я когда ночью пришёл, чуть ногу не сломал на крыльце у тебя. Прохудилось оно. Давай хоть доски подобью». «Подбей». Так же равнодушно сказала Вера. «Чего уж теперь?» Соседи по окнам всё равно всё высмотрели. Василий с полчаса постукивал молотком, подтёсывал. Когда управился, Вера вынесла деньги. «Это тебе за работу». Мужик отшатнулся. «Да что ты, Вера. Я же от чистого сердца. Убери деньги, пригодятся. Мальчишку растишь. А будь одеть надо, накормить». Вера посмотрела на Ваську, которого после того, как бросила жена, звали несчастным. Но теперь он показался ей вовсе не несчастным. «Я ещё могу помочь, если надо чего. Это от тебя зависит. Ну, я пошёл». «Вася, подожди». Вера спустилась по отремонтированным ступенькам крыльца. Подошла к Василию. «Скажи, плечо до сих пор болит?» «Ну, после того, когда я тебя скалкой ударила». «А-а-а». Васька потёр плечо. «Да прошло уже». «Ты уж прости, Василий. Я судьбой битая, теперь стараюсь первой ударить». Она вздохнула, вспомнив вчерашнюю поездку на рынок и подумав, что пропустила удар, не успев разглядеть в сыроглазом водителе любителя отдохнуть за чужой счёт. «Ну и ты меня прости за ту ночь, когда к тебе стучался. Я ведь тоже жизнью не обласкан. Сама знаешь, чужой позор прикрыл, да сам опозорился. Ну вот и разобрались. Ступай, Вася. На мне ведь тоже, как печать на лбу, грех молодости. Только я не считаю Андрюшку грехом. Радость это моя». Василий пошёл к мотоциклу. Андрюшка в припрыжку за ним. «Дядя Вася, дядя Вася, покажи, как заводишь». «Ну иди, покажу ещё раз». Мотоцикл застрекотал, хоть уши затыкай. А водителю и мальчишке хоть бы что. Смотрят, как завороженные. Переговариваются, смеются. «Вырасту, тоже мотоцикл куплю». Хвастается Андрюшка. «У дяди Вити с коляской, он нас с мамкой в райцентр возил». Мальчик вздохнул. «Эх, хотелось бы чаще, но дяди Вите некогда». «А давай я тебя прокачу», – предложил Василий. «Ты только у матери спроси». «Мам, мам, можно дядя Вася меня прокатит?» «Куда это вы?» Вера открыла окно и беспокойно смотрела на сына. «До конца улицы и обратно, пусть пацан прокатится», – предложил Василий. «А ты часом не того, не принял ли?» Василий заглушил мотор, подошёл к палисаднику, встал напротив окна. «Не пью я, Вера, с той ночи, когда чудне замёрз, и не пью. Да и раньше трезвенником был, всё село подтвердит. Стыдно признаться, но тебе скажу. Мне, взрослому мужику, мать тогда первый раз в жизни такую выволочку сделала, неделю пилила. «Да я остыл, як Алевтине. Успокоился, что ли?» «Не бойся, Вер, трезвый, как стёклышко». Вера опустила глаза, почувствовала, что, может, зря обидела мужика своими подозрениями. Пока Андрюшка катался с Василием, сидела задумчиво устала. Руки не поднимались заняться делом. Сын так и лип к мужикам. Пока был жив отец, Андрюшкин дед почти жил у родителей. Теперь старший брат Виктор в авторитете у мальчишки. Но у Виктора своих двое детей – дочка и сын. Так что хоть и дядька родной, но не отец. Целый месяц Вера не ездила в город. Надобности не было, да и желания. Уже не так мечтательно смотрела фильмы, да и не мечтала больше. Но когда выходила на крыльцо, спускаясь по крепеньким, не шатающимся ступенькам, вспоминала Ваську. «Ну, хоть память добрым делом оставил. Не видать его что-то». Василия она встретила у магазина. Подъехал на мотоцикле. Только теперь это был другой мотоцикл с люлькой. Его мать, Мария Григорьевна, худощавая женщина в светлом платке, гордо восседала в этой люльке, как на троне. Василий неторопливо помог матери выбраться. «Подожди, Вася, я скоро», – сказала она ему. «Да уж, конечно, подожду, не брошу». Григорьевна вошла в магазин довольная. Приветливо поздоровалась. Остановила взгляд на Вере, стоявшись с округлившейся сумкой. «Григорьевна, ты как царица подкатила», – сказал кто-то. «Неужто разбогатели? Новый мотоцикл купили? Теперь на личном транспорте ездишь в магазин». «Да какой он новый!» Вася старый продал, а этот у свояка из райцентра купили. Недорого. «А чё, не пьёт разве Васька?» – крикнула бойкая бабёнка. «А когда он пил?» «Только когда Алька ушла, тогда и оступился». «Это правда», – поддержала продавщица Зоя. «Молодец, Василий. Если бы прикладывался к этому делу, так его давно бы турнули с самосвала. Так что, бабоньки, обратите внимание, мужик работящий и пока ничейный». «Ишь ты!» – распорядилась, – упрекнула Григорьевна. «Своего сыночка вырасти и будешь командовать». «А что я плохого сказала?» «Я добра желаю. Могу хорошую девку посоветовать». Григорьевна заметила Веру, скромно стоявшую в очереди. «Здравствуй, Вера». Персонально поздоровалась с ней. «Ты домой?» «Здравствуйте, Мария Григорьевна. Домой, куда же ещё?» «Додумала, может, к матери хочешь заехать, а то подвезли бы, мы же рядом живём». В другой раз Вера рассчиталась и пошла к выходу. «Подожди, Вера, сейчас я возьму и вместе выйдем», – сказала Григорьевна. Вера остановилась, почувствовав на себе любопытные взгляды. «Григорьевна, а ты что же, Верку хочешь в невестке?» – спросила весёлая продавщица Зоя. «На те же грабли наступить решила. С детём Васька уже брал, а у Веры тоже мальчишка растёт. Так и будет твой Васька чужих детей поднимать». Вера обожгла взглядом Зойку и спешно вышла из магазина. «Ох и злая ты, Зойка!» – Григорьевна укоризненно покачала головой. «Придержи язык, тебя не спрашивай, ты не сплясывай». Зойка закусила губу, поняв, что сболтнула лишнего. Григорьевна, рассчитавшись, вышла следом за Верой. «Вера, подожди!» – крикнула она вдогонку. «Я чего сказать-то хотела?» Она остановилась. «Садись, довезём до дома». Повернулась к сыну. «Ну чего стоишь? Зови Веру, довезём её». Василий, помня, какой холодный приём устроила Вера в прошлый раз, нерешительно топтался на месте. «Да я с радостью, место есть». Вера вспомнила, как подвезли её месяц назад. С того времени никого не просила, ни с кем не цеплялась. На то автобус есть, а уж в родном селе и ножками можно пройтись. «Спасибо, пройдусь, не первый раз». Она махнула рукой и пошла в свою сторону. Под вечер того же дня, ещё засветла, без всякого приглашения и на то намёка подъехал Василий к воротам Веры. «Что-то ты зачастил, какая на этот раз причина?» «Вер, почему отказалась днём ехать со мной? Видел же, сумка тяжёлая была. А мне такси не надо, и таксистов тоже. Рассчитываться дорого приходится». «Да какой расчёт, кто бы с тебя деньги брал? Я от души хотел. И мать от души, уважает она тебя». «Уважает?» Вера переспросила, не веря словам Василия. «Смеёшься, что ли?» «Без шуток, Вер. На днях тётки Анисья хвалила». «И что же она говорила?» «Что живёшь тихо, не ропщешь, а главное, сына одна поднимаешь». «Сказала, что надёжная ты». Вера тихо рассмеялась. «Так ты, может, поэтому ко мне зачастил?» «Слушай, Вера, первый раз я, конечно, дурак был, припёрся ночью. Второй раз днём приезжал. Сейчас тоже днём. Завтра утром в райцентр еду, день воскресный. Если надо что купить, поехали со мной». Василий не прятал глаза, смотрел серьёзно. Так смотрел, что Веру проняло от этого взгляда. «Надо, Вася, надо. Поеду я. Только скажи сразу, сколько денег возьмёшь, чтобы я должной не была». «Тьфу ты, опять про деньги. Хотел бы заработать, я бы к тебе не подъехал. Бесплатно, Вера, бесплатно». «Ладно, тогда еду. Поскольку готовой быть. Ну, как управимся? Часов девять, думаю». «Хорошо, Вася, спасибо». Сначала обрадовалась, потом сомнение на лице появилось. «Это что же получается? Я с тобой по селу разъезжать буду. А что люди скажут?» «Не знаю, что скажут. Людям всегда есть что сказать». «Ну что, будем на людей оглядываться или жизнь свою устраивать?» Этот момент Василий совсем не был похож на того Ваську, который стучался ночью к Вере. И уж совсем не был похож на замерзающего в сугробе мужика, когда Вера увидела его. Перед ней стоял уверенный Василий. Ждал от неё ответ. «Ну что, начать сначала и ещё раз поверить?» – думала она. «Так быстро не могу. Подумать надо, присмотреться. Крылья у нас с тобой опалённые немного. Получится ли снова взлететь?» «Загадочно, говоришь, но красиво. Завтра жду тебя у ворот. И Андрюшку захвати. Обещал я ему в райцентр свозить». «Так ты из-за Андрея меня везёшь? Ах вы заговорщики, я и не знала». Василий рассмеялся лёгким безлобным смехом. «Да нет, конечно. Просто так совпало». Уснула Вера не сразу. Представлялось ей, что завтра выйдут с сыном за ворота, а Василий не приедет. И что пошутил он сегодня. И всё это неправда, как и многое случившееся в её жизни. Больше всего боялась за сына. Ладно она обижена была. А если Андрюшка поверит и обожжётся? Этого больше всего и боялась. Утром, собирая сумку, прислушивалась к звукам за окном. Мотоцикла не было слышно. «Мам, я на улице подожду», – сказал Андрей. И только он вышел, как послышался знакомый звук. А она боялась посмотреть в окно. Вдруг это не он. «Мам, дядя Вася приехал. Пошли скорей». Андрей как ветер ворвался в дом, поторапливая Веру. «Закутывайтесь, на улице не жарко», – советовал Василий. «С ветерком поедем». «Дядя Вася, а вы до города можете доехать?» – спросил Андрюшка, когда приехали в райцентр. «Если надо, смогу, конечно. Но в город лучше на автобусе или на машине. Вот буду больше работать, может, и куплю машину. Только не сейчас, позже». Под вечер Василий заехал на автостанцию, где работала кассиром младшая сестра его матери. Тете Кате мать полотенца передала подшитые. Он понес сверток, а Вера стояла рядом с мотоциклом и наблюдала интересную картину. Мужик в серой кепке и легкой куртке растерянно оглядывался по сторонам, объясняя случайным людям. «Нет, ну ни копейки не заплатили. Бесплатно получается довез. Троих. Представляешь, троих. А на вид такие приличные парни. А я так долго ехал. Из города вез». Кто-то подсказал. «В милицию надо заявить». Мужик в серой кепке умолк при слове «милиция». Посмотрел по сторонам и заметил Веру. Сначала не узнал, потом сморщился, припоминая. Покраснел и пошел к машине. Подошел Василий, тоже заставший негодование таксиста. «Не рассчитали, что ли?» – спросил он. «Мне повезло мужику. Пустым в город поедет». «Так он и есть пустой», – тихо сказала Вера. «Что говоришь?» – переспросил Василий. «Да ничего особенного, Вася. Хотела сказать спасибо тебе». «Скажешь еще». Васька расплылся в счастливой улыбке. Вместо «спасибо» лучше поцелуй. Расписались Вера и Василий в конце августа. Хотя Василий сделал предложение еще в июне. Вера все дни толком не могла осознать, что происходит. Уже и не надеялась, и вдруг замуж вышла. Чувство это, быть замужем, было странное, непривычное для нее. Будильник в зале отстукивал секунды. Было раннее утро. Вера уже проснулась, чувствуя на себе руку мужа. Не шевелилась, чтобы не разбудить. Проснулся сам. «Ты чего не спишь?» «Да вот думаю, как это все так получилось, что мы вместе. Я ведь о тебе никогда не думала». «Не пугай меня», – шепнул Василий. «А то еще скажешь, что разлюбила». Она повернулась к нему. «Что ты, Вася, даже не мечтай, чтобы я так сказала». После рождения дочки Андрюшка обиженно бубнил. «Я брата хотел». «Ну извини, мальчиков не было, пришлось брать девочку», – сказал Василий. «И вскоре, с мыслью, что у него есть сестренка Андрей Свекся, назвали дочку Машей, в честь матери Василия Марии Григорьевны. У Веры мать была не в обиде, потому как в честь ее назвали дочку Виктора, старшего брата Веры. Вера считала, что это справедливо, понимая, что не последнюю роль она сыграла в создании их с Василием семьи. И не ошиблась, пусть хоть настоящую любовь узнают, заслужили оба». Субтитры создавал DimaTorzok